В 2014 году Александр и Любовь Макаренко приняли одно из самых важных в их жизни решений. С тремя маленькими детьми перемен не испугались, были уверены, что в республике Беларусь их примут и помогут. Прошло 10 лет, это сейчас Александр и Любовь Макаренко спокойно делятся воспоминаниями и уверенно смотрят в будущее. Тогда в июне 2014 был страх за детей, за их будущее, о том, что поедут именно в Беларусь, сомнений не было, говорят супруги. Почему решили именно в Беларусь? Потому что изначально знали, что страна гостеприимная, что все у нас тут получится. В принципе, я когда была маленькая в детстве, почему-то очень мечтала увидеть Беловежскую пущу. И вот как-то у меня мысль закралась, и вот и решили поехать в Беларусь. Почему? Потому что в свое время понимали, что надо какое-то будущее для детей, потому что осознание было того, что ситуация накалялась и могло бы закончиться чем-то плачевным. В 2014 году президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не имеет права отмахнуться от украинцев и отметил, что белорусы должны по-братски им помочь. Убеждаемся. Так и вышло. Сразу попали в Ковшин, потому что там сразу дали жилье от школы. То есть вы получили статус беженцев? Да, статус беженцев оформили, чтобы могли официально трудоустроиться. Мы пошли, жена пошла в школу, детей сразу определили в сад, потому что младшему... Сколько им было, да? Восемь месяцев было младшему, среднему год и восемь, а старшему семь лет было. Старший сразу пошел в школу, первый класс, в Ковшинскую. Жена преподавать в школу, а от школы дали ведомственное жилье, трехкомнатную квартиру. Прекрасно, все рядом, все близко, небольшой поселок, ухоженный, вот, помогали люди. С миру по нитке. Кто-то приносил памперсы для малышей, вспоминают супруги, кто-то отдал мебель, бытовую технику, кто-то поддержал финансово. Оформили вид на жительство, стали на очередь на квартиру, предложили здесь новостройку, трехкомнатную квартиру, приехали, посмотрели, пошли в школу. Жену сразу брали на работу, значит, приняли решение соглашаться на эту квартиру, переехали в Красную Слободу. И поселок побольше, и поближе к городу. Вот, я пошел на ПМК работать водителем, отработал там два года. Потом, ну, так как я занимался пассажирскими перевозками там на Донбассе, посмотрел, что так расположено далеко, больница далеко, красный, такси нету, кто как добирается. Ну, решил в 2017 году организовать такси с декабря месяца. Любовь работает в Краснослободской школе, учителем английского языка, на пол вставке социальным педагогом. Работу любит, коллег ценит. Александр – бизнесмен, основатель службы такси в Красной Слободе. Не без трудностей, но все сложилось. Чем ты больше работаешь по времени, тем больше шансов заработать денег. Ну, больше. Плюс, ну, усилия какие. Поездить пришлось в Минск. Четыре месяца я подготавливался, получал лицензию, посещал курсы в Минске, в автотрансе. Заканчивал курсы ИП, заканчивал курсы таксиста, потом получал лицензию на автомобиль. Дело стоит труда из Украины в белорусский поселок. Переехал и брат Александра. В такси работают на пару. Следом – родители. Отец и мать. Отец ждет операцию на сердце. Сейчас бесплатно предоставляют. Вот. 29 числа должны наложить уже на операцию этого месяца. С мамой, слава богу, все хорошо. Ну, стоит тоже на учете. По онкологии. Ну, пока вроде хорошо. Таблетки обследуют. Регулярно посещают, как говорится, врача, который ее, за ней смотрит, так скажем, ведет ее. Ну, так. Дети учатся. Кто спортом занимается, кто музыкой. Нравится им. Тихо, мирно, спокойно, чистенько. Уютненько. На сегодняшний день все устраивать, лишь бы не было войны. Остальное ерунда. Они уверены в своем будущем и будущем своих детей. Но на душе больно за происходящее рядом. Остались же там и родные дядьки, тетки, двойные братья, сестры. Как бы, вот мы тоже недавно ездили. Прямо такого глобального ничего нету. Но слышно там где-то бабахает изредка. Моя мама на Западной Украине сейчас находится, Львовская область. Там тоже неспокойно. Конечно, больно. Война – это вообще печально. Поэтому жалко людей в первую очередь. Сегодня семья крепко стоит на ногах. Есть свое жилье, дача. Дети успешно занимаются спортом. Посещают музыкальную школу. Давиду 16, два года, занимается тяжелой атлетикой. Принимает участие в спортивных соревнованиях областного и республиканского уровней. И планирует поступать в БНТУ. Мне все нравится. Друзья есть довольно хорошие. Вместе ходим, занимаемся спортом. Любовь есть. Почти два года уже. Я увлекаюсь сейчас спортом просто. У меня есть КМС по тяжелой атлетике. Закончил музыкальную школу. Всеволоду 11, Марку 10 лет. Братья увлекаются пением и спортом. Я с мамой любим, ходим в ДК, любим петь на сцене. Хожу в музыкальную школу, секции тромбон. И пою на праздники. Пение выбрал, потому что мне это нравится. У меня семья очень хорошая, добрая. Мы едем в аквапарк, в Египет. Любим ездить все время на озеро. Глава государства Александр Лукашенко 14 сентября подписал указ номер 326, в соответствии с которым в новой редакции изложен указ от 30 августа 2014 года номер 420 о пребывании граждан Украины в Республике Беларусь. Документ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для многих украинцев он стал шансом. Конечно, большая благодарность и местному руководству. Нашего президента знают не только здесь, но и за рубежом. Поэтому чисто обывательски мы ездили в Египет. Там люди просто арабы. О, Лукашенко, это все замечательно. То есть очень все знают, очень о нем лестно отзываются. Поэтому, конечно, это все нужно поддерживать. И нужно оценить. Да, нужно оценить в первую очередь. И я всегда и людям здесь говорю, что нам есть с чем сравнить. Вот если людям не с чем сравнить, они не знают, о чем они говорят. А когда есть с чем сравнить, я всегда говорю, что поддерживайте и цените то, что есть сейчас. И не упустите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! До свидания! До свидания!